МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аксенов назвал недобросовестной и безответственной работу администрации Феодосии и приграсил административными мерами. Почему администрация Феодосии оказалась объектом критики Аксенова? Стоит ли ожидать смены руководства города? И кто может прийти ему на смену? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Александр Голубов. Доброе утро. Прямой эфир. Продолжаем эфир радио Крымреали. И напомню, что слушать нас вы можете круглосуточно на 105,9 FM. А 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер телефона прямого эфира для крымчан. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Если вам есть что сказать по теме эфира, звоните нам. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. 9 января подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов провел рабочее совещание по итогам работы мониторинговой группы в Феодосии. В частности, специалисты отрабатывали ситуацию в городе, связанную с транспортным сообщением, вывозом мусора, тарифной политикой, работой управляющих компаний. Российский вице-премьер Крыма Юрий Гацанюк доложил, что из 56 поручений данных главой республики по итогам выездного совещания в городе Феодосии 13 декабря 2018 года городской администрации не выполнено 80%. Давайте послушаем слова Гацанюка. К сожалению, из-за безответственного, так сказать, недобросовестного подхода администрации города к выполнению тех поручений, те проблемы, которые были озвучены, вами на подведение итогов в городе Феодосии, к сожалению, не были выполнены. Вопросы и по нормам окопления, тарифы на мусор, и тарифы на коммунальные, жидкокоммунальные отходы и так далее. В свою очередь Сергей Аксенов назвал недобросовестной и безответственной работу администрации города на совещании, анонсировал соответствующие административные выводы. Давайте послушаем. Надо переносить, насколько я понимаю, в силу того, что нет конкретных цифров по нормам накопления, по тарифной политике. И просто, чтобы мы не ехали завтра с пустым багажом в данном случае, ну просто нечего сказать будет людям. Административное это решение и оргвыводы сделать можно и принять можно решение, соответственно, но от этого не изменится качество, так сказать, деятельности администрации. Давайте, значит, тогда договариваемся в порядке исключения, переносим совещание, какие выводы сделать в отношении работы должностных лиц. То есть, как бы это мы в ходе совещания, то есть, как бы прямо эти выводы будут сделаны, исходя из того, насколько осознают свою ответственность, понимание и стремление было решить вот те вопросы, которые были обозначены в излом совещании. Мы договаривались о том, что если исполнитель считает, что формулировка поручения некорректна, он спокойно может в течение двух дней, то есть, как бы, ну если бы, если кто-то был не согласен со сроками или с самой формулировкой поручения, обжаловать, соответственно, у составителя. Ну, то есть, у вас, у меня или у курильшего вице-премьера. Поскольку сделано не было, я понимаю, со сроками все согласились, в срок ничего сделано не было, соответственно, будем принимать такие решения. Что именно вызывает недовольство у республиканского центра? Мы сейчас попытаемся выяснить с главным редактором феодосийской газеты «Кафа» Ириной Прокопюк. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот смотрите, республиканские СМИ дают достаточно расплывчатые формулировки, вот ситуация в городе, связанная с транспортным сообщением, вывозом мусора. Вы могли бы сказать, а что именно может вызывать недовольство у Аксенова в работе феодосийской администрации? Есть какие-то конкретные претензии? Потому что, ну, достаточно, я бы сказал, общие формулировки, из которых слушателям, читателям, ну, сложно понять, что именно вызывает нарекания. Вы знаете, я думаю, что и нам сложно понять, что именно вызывает нарекания у Аксенова. Что касается вывоза мусора, я не вижу здесь проблем. Возможно, в каких-то поселках там есть проблемы, особенно связанные с выходными днями, вот новогодними днями. Но в целом по городу и баки тут вывозятся вот с мусором вовремя. И по частному сектору, несмотря там 1 января, 2 января, ездит машина, которая убирает мусор. Это скорее повод, чем причина. Да, конечно, есть несколько дорог, которые начали ремонтировать. И, ну, тут сняли верхний слой асфальта, как это всегда делается, такие вот, знаете, ямочный ремонт. А потом, то пошел дождь, то потом пошел снег, и до Нового года не успели. Я так думаю, что вот уши вот этих проблем, они растут из ФЦП, федеральной целевой программы, по которой городу выделяются деньги. Я хотела бы подчеркнуть, возможно, это не все понимают. Мы часто слышим, что, ну, вот и город, администрация города говорит, что вот у нас на 19-й год бездефицитный бюджет. Но это не значит, что город сам зарабатывает на свои нужды. А нет, нет. Город, вот те налоги, которые поступают в местный бюджет, это может быть 35% бюджета, может быть 40%, не знаю, но где-то вот так. Все остальное это дотации. И Крым всегда был сильным дотационным регионом. И Феодосия дотационный регион. И вот эти деньги выделили, а не успели потратить. И вы понимаете, это как при Советском Союзе. Там вам что-то дали, и надо успеть закончить вот ту же трассу Таврида, которую заканчивали в последних числах декабря. Вот этот вот ремонт дорог, который не успели сделать. И в принципе, ну, правильно, что не успели. Ну, что же, как бы вот в грязь и в снег класть этот асфальт, нет, давайте подождем. Но, а планы, а сроки и в этом году не успели потратить. Вот те деньги, которые выделены были, ну, и как бы вот на следующий раз будут меньше. Я вот связываю вот как раз именно с недоосвоением денег городом, да. Потому что вот вывоз мусора, нет, это не проблемы для региона. Ирина, а вот по вашему мнению, сами феодосийцы, действующие администрации, довольны или, по крайней мере, испытывают какие-то, есть ли какие-то нарекания? Или же дело действительно, вот скажем так, скорее в чисто очень чиновнищих, я бы сказал, вопросах, которые важны для чиновников, но не для обычных жителей? Нарекания есть всегда. Это нормально, это правильно. И нельзя быть, там, полностью, там, выполнять, там, все на 150%. Я просто слежу, вот у нас в газете есть такая рубрика, где человек, любой читатель, там, может прислать СМС и рассказать, или, там, выразить мнение о работе администрации. Или заострить какое-то, там, вот здесь какие-то проблемы, которые, ну, администрация может просто не знать, он живет там в другом поселке. Давайте расскажем об этом администрации. И вот, понимаете, как, те проблемы, которые озвучивают наши читатели, они, по большей части, они не требуют затрат. Вот, они требуют, ну, скажем там, ну, скорее внимания. Приведу пример. Феодосия сейчас расцветает примерно в 8 утра. А уличное освещение выключают примерно в 7. 7.40. Пардон, 7.40. Ну, то есть, это то время, когда дети идут в школу. То есть, 20 минут темноты получается в городе? Получается, что да, да. И, понимаете, по нашим тротуарам и в ясный день идти нужно очень внимательно и смотреть под ноги. Потому что дороги-то хода бедно чимит, тротуары никто никогда. И, а если, не дай бог, дождь. Или снег, вот как снег вдруг. Я понимаю, что Крым и снег, это как бы очень сложно, да. Но вот оно выпало. Я сама вот иду, я вчера шла на работу, я вижу, как там дети эти падают все время, снег там проскальзывается. Ну, неужели нельзя вот эти 15-20 минут продлить освещение улицы утром? Это не такие большие деньги. И мы задавали этот вопрос несколько раз Сергею Фуничу. Вот я тут, кстати, хотела бы подчеркнуть. На самом деле администрация, хорошо, будем так говорить, Сергей Фунич, он очень грамотно выстраивает общение с людьми. У него есть по средам на кабельном канале такая передача, где каждый человек может позвонить и задать ему вопрос. И это действительно работает. Он очень, ну, те ответы, которые он дает, ну, вот я посовещаюсь, вот с этим освещением, я посовещаюсь с ЖКХ, вы не понимаете, это такие деньги, какие деньги, да. Ну, то есть, вот, ну, это же не стоит ничего. Или, смотрите как, о прекрасном. Прошлой весной у нас несколько фонтанов в городе есть, и весной фонтаны не запустили. Почему? Задаем вопрос у ЖКХ. Оказывается, их забыли, попередники, предшественники, забыли их закрыть на зиму, и перемерзло вот это вот все, от мороза вот это оборудование, ну, вот эти вот форсунечки, откуда вода идет. Починили, потратили деньги. В этом году, вы думаете, закрыли эти фонтаны? Какой-то, и понимаете как, это же не те какие-нибудь огромные деньги, которые нужно на это потратить. Это просто вопрос внимания. И я так думаю, что вот проблема, если есть проблемы, то это проблемы как раз вот таких вот точечных, точечных ЖКХ. Ирина, я примерно понимаю просто вашу мысль, поэтому время-то эфира идет. Есть еще один вопрос, который я хотел бы вам задать, и я хотел бы успеть услышать ответ. Смотрите, но внимание, которое решил уделить феодосийская администрация Аксенов, оно вот, скажем так, на общекрымском уровне заметно стало с декабря, когда вот впервые прозвучала его такая, я бы сказал, критика в адрес феодосии. Это действительно первый случай, или же нарекания со стороны центра звучали и раньше? Ну, видите ли, судя по тому, что Сергей Фомич не первый мэр за последние пять лет, а прямо, скажем, четвертый, то, да, наверное, были нарекания, но к самому вот, вот та ситуация, когда 13 декабря Сергей Аксенов приехал в феодосию и провел здесь практически весь день, когда он пресс-конференцию только вел в течение, наверное, трех с половиной часов, когда он выехал по соседним поселкам, когда он пошел, это беспрецедентно, безусловно. Я не знаю, чем это вызвано, и я не думаю, что причиной тому были проблемы с вывозом мусора или еще с чем-то. Это какие-то другие причины, о которых мы не знаем. Что ж, Ирина, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с главным редактором феодосийской газеты КАФА Ириной Прокопюк. Мы продолжаем разговор от критики администрации Аксенова и самого Аксенова лично в адрес феодосийской администрации. Я же хочу напомнить нашим слушателям, что радио Крымреали работает не только утром, но и вечером. И вы, само собой, можете услышать самые важные новости дня в нашем вечернем эфире. Не пропустите. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио Крымреали. Мы же продолжаем наш разговор. Напомню, что поводом для него стало заявление главы российского правительства Крыма Сергея Аксенова. Он назвал недобросовестной и безответственной работу администрации Феодосии недавно и пригрозил административными мерами. Мы же решили перед эфиром связаться с общественниками Феодосии и расспросили Бориса Яремко, представителя общественной организации «Гражданский актив Коктебеля», о том, как он оценивает работу городской администрации. Давайте послушаем его оценку. Крымчане говорят. Нарекания обоснованные. Начинается чисто тут Феодосии. После заседания, видимо, будут сделаны какие-то кадровые перестановки в самом городе. Ну, жителей просто возмущает тот факт, что так себя ведет наша ЖКХ, коммунальщики. Они просто отвратительно работают. Никакого толку нет. Дворников очень много. Вроде как по штату числится 160. Город был не убран, не готовлен, техника не выходила. Особенно 7-8 число. Просто катастрофа какая-то была. Но больше всего нареканий было за последние дни, когда выпал снег. А так вообще, на самом деле, да, очень плохая уборка города, территории всей. Многие участки по улицам, по городу даже вообще не закреплены. Как-то так получилось, что вот вроде центр города, улица эта рядом одна закреплена, а вторая рядом не закреплена. Но очень слабо работает само ЖКХ. Все, полностью управление. Заместитель ЖКХ, самого Фомича. И нет в этой структуре муниципальный контроль, который должен работать. Больше проверять, больше контролировать. Они все время говорят, что у них маленький штаб. Так хотя бы они что-то делали и отчитывались перед жителями. Можно даже... Да ничего никто не хочет делать. Просто вообще какой-то саботаж и изобрали. Крымчане говорят. Также, по словам представителя общественной организации «Гражданский актив Коктебеля» Бориса Еремко, за последних четыре года феодосийская администрация изменила сразу нескольких руководителей. Но городу на пользу это не пошло. Много замов тех же. Поменялось совсем немного людей. Просто у нас головы, главы администрации поменялись. Щепетков, Крысин, потом Фомичи. И так как-то все меняется. Быстро очень. Получается, за четыре года четыре человека поменялось. Как бы мы не успеваем заменить. Среди много замов тоже меняется. В основном одни и те же работают. Например, заместитель Фомича по ЖКХ. Один и тот же, он и раньше когда-то давно работал. Потом был главой Щепетовки. Потом опять вернулся в город Владимир Загадиренко. Но слабый контроль, слабый контроль. Мы говорим об этом всегда. Все жители, можете у любого спросить. Вы руководители города. Если вылезете из своих машин, выйдите из машины и пройдитесь по городу пешком. Что творится во многих районах города. Также по словам Бориса Яремко, если чиновники и берутся за решение проблем в городе, то это касается лишь центра. Большинство районов Феодосии страдает. Давайте послушаем мнение Яремко. Про дальние вообще страшно говорить. Только вот ближайший центр убирается, ближе к администрации. Сильно убирается, там не ежедневно, понятно, там график, все как положено. И там, где маршруты проходят автобусные, вот эти улицы, в сторону отойдешь и все. Как будто даже есть участки, вообще там не ступало нога дворника. Вот такие есть места. И просто есть фессийные свалки, есть просто замусоренные районы. Где-то сделали реконструкцию улицы, например, там какие-то переулки. Заасфальтировали, положили новые, поставили бордюры, положили новый асфальт. А уборкой не занимает все замусорено, заросшие, в кусты там трава на этих клумбах. Ну это ужасно. Ну вообще надо, конечно, новую молодую кровь туда вливать. И надо человека ответственного ставить. Я не представляю, кто это может быть. Вот такие вот заявления представителя общественной организации «Гражданский актив Коктебеля» Бориса Яремко. Буквально через секунду к нашему эфиру присоединится российский общественный активист и глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук. Я же просто напомню нашим слушателям, что это радио «Крым реалии». Если вам есть что сказать по теме эфира, если вы знаете чем-то довольный или недовольный происходящим в Феодосии, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона для крымчан. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт «Крым реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. Ищите сайт «Крым реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым реалии». Крымчане имеют право знать. Итак, к нам присоединяется Владимир Горначук, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, здравствуйте. Доброе утро. Вот в нашем эфире прозвучало, ну я бы сказал, две диаметрально противоположные точки зрения. Мы общались недавно вот с главным редактором газеты «Кафа» Ириной Прокопюк. И вот по ее мнению, те нападки, которые звучат со стороны Аксенова, ну скажем так, вряд ли являются причиной, они скорее повод. Она видит корень проблемы в реализации федеральной целевой программы. Деньги, условно говоря, местной администрации не успевают осваиваться. Господин Яремко, которого вы могли, наверное, слышать, он наоборот утверждает, что вот ЖКХ – большая проблема, а феодосийцы недовольны. И вот Аксенов, по большому счету, воплощает их волю. По вашему мнению, что действительно стоит за происходящим? Ну, у каждой проблемы, которая выявляется, что в Крыму, что в целом по стране, есть конкретное имя, фамилия. И надо говорить именно об этом. Потому что та же самая феодосия является муниципалитетом. Муниципалитет – это администрация, которая управляет городом. Соответственно, у этой администрации существуют такие статьи, как доход и расходы. Доходная часть формируется у всех муниципалитетов во всем мире. От того, что он распоряжается своим имуществом. Имущественный муниципалитет – это земля и недвижимость, в первую очередь. И когда мы слышим разговоры того же самого Фомича, что ему не хватает денег, что ему не хватает людей, то вопрос возникает – а почему такое происходит? И ответ на это достаточно прост. Дело в том, что все эти шайки Аксенова, Константинова получают за бесценок имущество и земли во всем Крыму. В том числе и феодосии. Не платя ни арендных ставок, не выкупая их по рыночной стоимости. И именно благодаря этому не формируется доходный бюджет в муниципалитетах Крыма. Феодосии в том числе. И именно поэтому невозможно купить технику, невозможно дать нормальные зарплаты людям, которые работают в сфере ЖКХ. Ну, я не говорю о головотягстве, которая там тоже присутствует в виде просто неорганизованности работы. Но в целом основа проблемы именно в этом, в том, что Крымом просто управляют грабители. И эти грабители просто-напросто высасывают из России финансовые средства в виде ФСЦП и так далее. И просто не успевают их даже освоить, вернее украсть. Потому что страшно. Но что касается муниципальных органов власти, то та же самая коммунальная техника является проблемой муниципалитета. Вот пусть помечили, кто там еще, любой чиновник, да, пусть они сделают публичными все договора аренды земельных участков, все договора продаж муниципального имущества. Чтобы было понятно на перспективе уже четырех лет, что было разбазарено, по каким ценам отданы те же самые пляжи, Вокечеву тому же самому и так далее. Вот давайте посмотрим с цифрами в руках. И надо говорить о конкретных цифрах, а не вот эти пасы руками и угадывание того, кто виноват в этом. Поэтому надо говорить о четких вещах. Деньги в бюджете должны быть, этим должна заниматься администрация. Она должна рачительно и по рыночной стоимости отдавать находящиеся в ее собственности имущество в аренду, либо продавать собственность. Тогда будут деньги и на технику, и на рабочих. Но я надеюсь, тогда уже и власть сменится, потому что при таком подходе все эти фомичи никому не нужны. Владимир, возникает такой вопрос. Если, условно говоря, фомичи — это такая цепочка, передающая вот эту землю за бесценок тому же Аксенову, тому же Константину или приближенным к нему людям, почему вдруг Аксенов набрасывается на вот это важное для него звено? Дело в том, что у Аксенов очень много разговаривает и очень мало делает. И мы не раз уже там, в том числе и власть в эфире, говорим эту тему. Потому что если человек сказал «А», он должен сказать и «Б». Аксенов, вот сейчас он прокричал, он сколько раз уже сносил самострои на берегу Крыма. Я думаю, уже раз сто, наверное, он об этом говорил. Но самострои того же самого Лукичева, в той же самой Феодосии, как стояли эти бетонные уроды, так и не стоят. И никто их сносить не собирается. Поэтому давайте вот как бы, вот я думаю, что слова Аксенова, вот принимая через призму того, что, знаете, собака лает, караван идет, на него уже просто не обращать внимания. Владимир, вот давайте все-таки послушаем слова Аксенова. Он как раз в декабре заявлял, я бы сказал, достаточно прозрачно о том, что феодосийцы, цитирую, могут повторить подвиг Симферополя, явно намекая на ставку местного руководства. Давайте послушаем слова Аксенова. Мы говорили с коллегами, что надо пересматривать ситуацию. Я приеду еще до Нового года с тем, чтобы подвести итоги выполнения всех поручений, которые были даны в ходе сегодняшнего совещания. Коллегам, в принципе, сказал, что если они подвиг Симферополя не хотят повторить, то как бы, ну, надо все-таки находить в себе силы и возможности для того, чтобы все вопросы решить. Вопросы понятны, прозрачны, просто надо только иметь желание общаться с людьми, слышать друг друга. То есть, в принципе, никаких проблем выбрать правильный путь решения этих вопросов нет. Вот такие вот намеки со стороны Аксенова. Владимир, вот по вашему мнению, это просто пустые угрозы, потому что я так понимаю, что вы вряд ли рассчитываете, что Аксенов будет действовать всерьез против администрации Симферополя? Губернатор Аксенов является главой исполнительной власти в Крыму. Администрация города Феодосия не является подчиненным господина Аксенова, как и администрация города Симферополя. То, что Аксенов пытается установить феодальный порядок, где он там является урдельным князем, не является как бы конституционным и законным методом управления территорией. Дело в том, что администрация города Феодосия – это орган местного управления. Это другая вид власти. Аксенов не может ставить судей, он не может ставить глав администрации. И снимать их не может, потому что этим и занимаются депутаты органов местного управления Феодосийского городского совета. Поэтому то, что он говорит, это поток сознания. Он думает, что он Кадыров, но не Кадыров. Он обычный губернатор, который уже стал хромой уткой фактически, потому что его не воспринимают. И мы видим уже, что Аксенов пошел в тройку губернаторов вместе с Овсяниковым, на которых уже лежат папочки на увольнение, в том числе по коррупционным местам. Поэтому это хромая утка, он может кукарекать что угодно, но, извините, пожалуйста, надо говорить о законе и о фактах. А факты говорят о том, что Аксенов говорит, но делает очень мало. Владимир, ну с Симферополем-то у него удалось это все провернуть? Ну, в Симферополе, вы видели, дело в том, что Симферополь является не периферийным городом, а столицей региона. И туда постоянно прилетают, в том числе, люди из Москвы. И эти люди видят то, что происходит с городским хозяйством. Ну, это как бы такая витрина для Крыма, как и Ялта, по большому счету. Здесь Феодосия является периферийным городом, да, где вот какие-то там нефичковые жулики тусуются с украинских времен и пытаются управлять городом в меру своей испорченности. Вы не забывайте о том, что Аксенов не единственный человек, который управляет Крымом. И еще такой персонаж, как Константинов, который также ставит своих людей на должности в администрациях и в советах депутатов регионов. Поэтому, ну, то, что в Симферополе произошло, оно может, конечно, произойти, потому что эти люди такие, как Фанич, они не понимают соответственности перед населением, а депутаты, которые их назначают и снимают, не понимают, что их избирает народ, а не Аксенов. Хотя, как показывает практика, они вот готовятся к выборам в этом году, в сентябре, они будут, конечно же, сейчас готовиться и выполнять любые команды, которые им даст Аксенов. Такой вариант, да, возможен, но, опять-таки, это неконституционно и незаконно, об этом надо четко говорить. И это, конечно, меня, честно говоря, просто возмущает, потому что люди... Владимир, я просто вынужден вас прервать, время эфира подошло к концу, но, я думаю, мысль ваша выражена максимально четко. Напомню, мы говорили об угрозах Аксенова отстранить администрацию Феодосии. В студии с вами работал Александр Головов, это было Радио Кремреалии, услышимся. Новости в эфире Радио Кремреалии.